Сегодня Брестская таможня работает в усиленном режиме, ведь именно в её сторону направлены основной грузовой и пассажирские потоки в связи с закрытием ряда пунктов пропуска на польской границе. Единственный грузовой терминал на всю республику – это Козловичи, а единственный пассажирский – Варшавский мост. Тем не менее, с таким объёмом работы сотрудники Брестской таможни не просто справляются, но и показывают отличные результаты. Таможенных платежей и налогов, взимаемых таможенными органами, по сравнению с аналогичным периодом первого полугодия прошлого года увеличилось на 80%. И что отмечу, что увеличение также идёт и по сравнению с 2020, и что характерно с 2019 годом до всего явного санкционного давления на нашу страну. Устойчивая экономика – это важнейшая составляющая независимости и суверенитета страны. Поэтому накануне Дня Независимости представители таможенной службы, которая стоит на защите экономических рубежей нашей Родины, собрались, чтобы в торжественной обстановке отметить достижения всего коллектива и лучших сотрудников. Присвоить досрочно очередное персональное звание советника таможенной службы 2-го ранга Пылику Юрию Николаевичу, начальнику таможенного поста Брест-ТОЛЦ. Почётные грамоты и благодарности, нагрудные знаки, персональные звания и погоны, забросцовое несение служебных обязанностей, профессионализм и ответственность, достигнутые результаты в работе, а также в связи с Днём Независимости Республики Беларусь были вручены более чем 50 сотрудникам Брестской таможни. На пятом курсе высшего учебного заведения захотел пойти попробовать поступить на службу в Брестскую таможню, ну получилось и с удовольствием сейчас уже 12 лет тружусь. Профессия таможенника, она приносит пользу государству, она интересная, каждый день что-то узнаёшь для себя новое. Всегда стремилась и мечтала быть в погонах и служить за свою Родину, за Республику Беларусь. Мне очень нравится работать в таможне, вот сегодня для меня знаменательный день, я получаю первые свои погоны, очень горжусь. Коллектив Брестской таможни и дальше будет самоотверженно трудиться на благо страны, а усердие и профессионализм сотрудников не останутся без поощрения руководства.